Длинные и дешевые кредиты необходимы для развития бизнеса. Об этом шла речь на встрече главы Вологды Евгения Шулепова с представителями организации «Опора России» – это малый и средний бизнес и областного клуба деловых людей. Главу пригласили к обсуждению сами представители бизнеса, ведь в современной экономической ситуации возникает немало вопросов, которые городским властям и предпринимателям важно решать сообща. Несмотря на то, что мы 2015 год отработали достойно, темпы роста, еще раз повторяюсь, по промышленному производству составили 9,5%, таких показателей в России почти ни у кого нет. Но, тем не менее, появляются очень серьезные проблемы. И вот они в чем заключаются. Второй год подряд уже, начиная с 2015 года и 2016 год, резко сократились инвестиции в основной капитал. Если обычно мы находимся где-то на уровне 11 миллиардов рублей, ну, включая 2014 год, то в 2015 году всего лишь 5,6 миллиарда рублей. В этом году картина продолжается. И, естественно, это сказывается уже на бизнесе, на Вологодском. Расширение экспортной деятельности, эффективная кадровая политика, грамотный маркетинг – все это способствует развитию конкурентоспособности предприятий. Но инвестиционная политика и в целом развитие бизнеса во многом зависит от доступности кредитных средств. Высокие процентные ставки – ключевой вопрос, волнующий сегодня бизнес. Без решения на федеральном уровне, без уменьшения кредитной ставки и получения реального финансового суеверенитета нашей страны – это бессмыслено. На мой взгляд, самая основная проблема – это дать бизнесу дешевые деньги, а бизнес уже сам разберется, куда их вкладывать. С этим полностью согласен и глава города Евгений Шулепов. Реальная экономика нуждается в оборотных средствах. Ставки по кредитам необходимо снижать и увеличивать сроки их предоставления. Это полномочия Центрального банка России. При условии, что деньги пойдут на реальные проекты и техническое перевооружение, инфляции удастся избежать. Об этом говорят и эксперты. Вопрос, касающийся снижения ключевой ставки Центрального банка, уже выносился на федеральный уровень и сегодня остается актуальным. Говорили и о других проблемах, которые напрямую касаются предпринимателей. Развитие инфраструктуры, поддержка туризма, борьба с теневым бизнесом, патентная система налогоблажения. Встреча прошла в формате живой дискуссии. Бизнесу тоже важно встречаться с властями, чтобы они воочию, во-первых, наши вопросы задать, чтобы слышать в первых уст ответы и принять какие-то для себя выводы, какие-то делательные вопросы и как развиваться, куда идти дальше, бизнесменам, предпринимателям. А чтобы своевременно реагировать на проблемы, власть, бизнес и общественность объединяют усилия. Один из реальных инструментов – Совет по экономическому развитию. И эта работа эффективна. В торговле удается поддерживать спрос и сдерживать цены благодаря увеличению доли местной продукции на полках по ряду товаров до 95%. В машиностроении – налаживание рынков сбыта. В строительстве – это ряд законодательных инициатив по снижению ключевой ставки Центрального банка и продлению госпрограммы субсидирования ипотечных кредитов. Мнение Волокжан, как и других муниципалитетов, было услышано. Программу продлили до конца года. Ставка снижена до 10,5% годовых. Кроме того, в федеральные органы были подготовлены обращения о внесении поправок в законодательство о долевом строительстве. Требования, которые предъявлялись бизнесу, могли привести к двукратному росту цен на жилье. Сейчас нормативный подход пересматривается. Новые идеи, своевременные административные решения, доступ к ресурсам всех видов и, прежде всего, финансовых – это и есть экономика здравого смысла, уверен глава. И в этом ключе предстоит выстраивать дальнейшую работу. Анна Богачева, Михаил Протасов, Вологда Портал.